здравствуйте сегодня мы на экспозиции африка где представлены коллекции из африки южнее сахары и построить маршрут по этому залу нам поможет сегодня тыква да именно тыква правда если точнее говорить это растение из семейства тыквенных рода лангинария это ли она может достигать длиной до 15 метров плоды и и разнообразных форм и длину могут быть от 50 сантиметров до двух метров надо сказать что конечно мы будем говорить не столько о самом растении сколько о том как люди лагинарию научились использовать использовать они начали давным-давно как утверждают ученые возделывать ее начали люди еще может быть даже до неолитический период причем ученые до сих пор спорят где же родина этого растения одни говорят что это южная америка а дальше лагинария по волнам ее сухие плоды легкие не тонут воде добралась до разных континентов другие говорят что не исключено что родиной была африка собственно как и родина всего человечества но может быть сейчас нам это не так важно а важно то что лагинария оказалась на разных континентах и везде она нашла у людей самое разное применение и прежде всего людей заинтересовала та особенность этого растения что плоды после высушивания обладателями очень твердой и водонепроницаемой оболочки поэтому стали выращивать лагинарию не только для еды хотя съедобные виды и сорта этого растения существует но прежде всего для изготовления разнообразной утвари посуды и предлагаю на некоторые образцы таких изделий из наших африканских коллекций посмотреть сосуды самые разные изготавливали из тыквы кстати сами сосуды имели еще одно название колебаса и надо сказать что и само растение получила в разных регионах разные названия это и вьетнамский кабачок и индийский огурец и колебаса и колебасами называли само растение и сосуды изготовленные из этого материала ну а вы здесь видите и различные чаши и миски с крышками и без крышек и черпаки и ложки сделали из этого материала и разнообразные бутыли кстати еще одно название этого растения бутылочная тыква такая бутылка легкая и очень удобно брать юсфа с собой в путешествие заполнив водой кстати путнику гостю который приходил в дом тоже в первую очередь преподносили воду воду в чаши из тыквы из колебасы и конечно ни одна хозяйка без колебаса не обойдется для того чтобы приготовить например популярное блюдо африканской кухни кухни как пат готовят его и зерен проса кукурузы могут использовать корень и ямса но прежде всего нужно эти зерна или корень и замочить и делают это в колебасе вот например такой огромный как это перед вами после того как их замочили их толкут деревянные ступки пестом а затем вся эта смесь опять отправляется в колебасу для того чтобы все это еще раз размочить процедить отстоять и вот тот собственно осадок который получается это и есть под пресный белый густой кисель его подают с разными соусами и подают конечно же опять в колебасах и соусы тоже колебасах замечательная посуда не ржавеет не имеет запаха легкая один недостаток на огонь не поставишь но в этом случае используют металлическую или глиняную посуду тыквенная посуда она еще и дешевая правда для того чтобы изготовить такую посуду придется потратить довольно много времени но для начала тыкву нужно вырастить она это уходит около трех месяцев затем ее высушивают специальных условиях проветриваемых на этого может уйти от двух недель до полугода ну а затем нужно удалить сердцевину это можно сделать разными способами можно вскрыв тыкву промывать ее водой с песком много кратно встряхивая можно выскабливать а вот альфред брэм автор знаменитого трехтомника жизни животных писал еще один способ который местные жители применяли он сам видел как это происходило когда путешествовал по африке они надрезали тыквы оставляли ее у муравейника и ждали когда муравьи выгрызут сердцевину и таким образом насекомые помогает человеку справиться с этой непростой работой ну а когда сердцевина удалена необходимо снять шкурку кожицу и затем можно разгладить поверхность поверхность будет желтого цвета кстати со временем она темнеет ну а кроме того конечно можно ее украсить разными способами орнаменты способы украшения зависели от традиции того или иного региона африки и были очень разными это могла быть роспись процарапывание прорезывание узора могли даже выжигать узоры и сюжеты тоже были самые разные могли быть какие-то более-менее реалистические изображения растений животных орнаменты могли бы даже знаки тайного письма ансибиди которые использовали тайные члены тайных обществ нигерии далеко не все смысла этих знаков известны поскольку ограниченное количество людей пользовалась этими знаками и позже этим знаком даже стали приписывать некую магическую силу поэтому могли их помещать и на самые разные сосуды в качестве неких оберегов сосуды могли обтягивать кожей оплетать растительными волокнами могли оплетать бисером да так что самой тыквы было уже и не видно вот перед вами королевский ритуальный сосуд из камеруна да ритуальные посуду тоже делали из тыквы например для ритуальной пищи и мы можем увидеть такие примеры у нас на экспозиции вот этот мне напоминает какое-то инопланетное сооружение согласитесь а вот следующий сосуд предназначался для магического порошка и в обряде инициации тыкве нашлось место важным атрибутом этого ритуала являются погремушки посмотреть какие они разные это может быть деревянная основа на которой нанизаны круги из лагинарии а могут быть плоды целиком причем выше высушена не так что вскрывать их не нужно было а семена которые остались внутри они создают звук а добавляют еще более громкий звук камушки и ракушки которые нанизаны на сетку а сетка надета на этот плод вот такие варианты погремушек используются в этом ритуале и конечно не обошлось без тыквы при изготовлении самых разных музыкальных инструментов африканских и предлагаю на такие примеры взглянуть помимо погремушек из тыквы в этой витрине можно увидеть струнные инструменты один из них цитра основа это бамбук из основы из тела этого инструмента и струны бамбуковые а резонатор это тыква причем музыкант когда играет на этой цитре он представляет от резонатор к себе груди за счет этого мощность резонатора еще больше становится и еще один интересный инструмент перед вами струнный арфа лютня из мали тыкву хорошо видно резонатор струны нейлоновые и для того чтобы звук был дребезжащим прикрепляли металлическую пластинку с колечками наверху этого же эффекта можно было достигнуть если сам корпус в тыкву насыпать мелкие семена или мелкие камушки ну вот в нижней части витрины вы видите разнообразные барабаны африканские здесь нет барабана сделаны из тыквы хотя такого рода инструменты из тыквы тоже делали но вот у меня в руках совсем небольшой барабанчик из тыквы обтянутой кожи и звук у него замечательный хочу вас познакомить еще с одним ударным инструментом африканским где тыкве тоже нашлось место балафон представляет из себя деревянную раму на которую наложены деревянные пластинки их делают из твердой древесины часто это дерево ши может быть многим знакомым по косметике из масла делают действительно косметику а вот твердую древесину использовали изготовление музыкальных инструментов причем когда настраивают балафон под пиливают пластинки нужные величины делают для того чтобы определенного рода звук получить ну спросите вы а где же здесь тыква а тыквы резонаторы под деревянными пластинками вот такие шарики с отверстиями лежат внизу кстати здесь тоже для того чтобы звук был более дребезжащий могли как и в лютние арфи в тыквы добавлять семена или мелкие камушки балафоном пользовались бродячие музыканты греоты хранители сказаний и легенд сопровождая свое пение звуками этого музыкального инструмента еще один ударный музыкальный инструмент африканский это селимбо резонаторы с тыквы и металлические пластинки выполняют роль своеобразных струн или клавишей иногда этот инструмент еще называют африканским ручным пианино или фортепиано прежние времена эти пластинки язычки изготавливались бамбука из дерева сейчас популярным именно металл на этом музыкальном инструменте играют как правило двумя пальцем большим указательным можно издавать отдельные ноты можно аккордами играть получается волшебные звуки эти инструменты использовали шаманы могли и колыбельную спеть под музыку селимбы ну а сейчас довольно часто используются современные музыканты на своих выступлениях подобные инструменты из тыквы это селимба попала к нам музей в конце 19 века из коллекций чешского путешественника эмиля голуба но коллекции наши продолжают пополняться экспедиции в тропическую африку отправляется и в витрине с новыми поступлениями мы опять видим предметы из тыквы это и сосуды сосуд для просеного пива этой ложки и погремушка музыкальный инструмент вот наше небольшое путешествие по африке с тыквой подошло к концу а если вас это растение заинтересовало вы можете продолжить знакомство с ним более близкая знатоки огородники утверждают что даже в наших широтах лагинарию можно вырастить не только в теплице но даже на балконе или на подоконнике но затем получив плоды этого растения вы сможете начать творить на разных поприщах либо в кулинарии либо в области дизайна украшая свою тыковку и используя с разными целями а для вдохновения обращайтесь и к своей фантазии и коллекциям нашего музея